Два года назад семья Учаевых взяла в кредит новую машину. Именно на ней, попав в аварию, Галина сломала позвоночник. Первое время женщина не могла даже встать с кровати. И это испытание было для нее страшнее постоянной боли. Я еще молодая. И не могу, как говорится, после той жизни перейти в эту жизнь, в колясочную. Мне очень трудно. Я хочу общаться с людьми. Следующим испытанием для семьи стали необходимые на операцию деньги. Неподъемная для них сумма. При том, что кредит за машину так и остался невыплаченным. От всех волнений муж Галины заработал инсульт. И в семье за старших остались дети. Меня дети поднимают на первый этаж, суют в лифт. Потом из лифта опять с первого этажа на улицу. И с улицы выход тоже с крыльца на улицу. Для меня это очень тяжело, как говорится, всех обременять своими проблемами. Поэтому я обратилась в наше дом управления номер 8. Но в дом управления брать на себя лишние проблемы не захотели. Женщине посоветовали обратиться в ДЭС. Но и там сочувствующих не нашлось. При том, что требовалась такая малость установить пантус на лестничной площадке и в подъезде. Муж предлагал сделать председателю дома управления все сам. Но тот не разрешил и этого, намекая на спонсорскую помощь. Так и осталась женщина, запертая в четырех стенах. Смотрю в окно. Это летом. А зимой я вообще не могу смотреть в окно, потому что холодно. Галина Учаева в своей проблеме не одинока. К нам в редакцию постоянно обращаются люди с ограниченными возможностями, чьи права в нашем обществе не соблюдаются. Алла Филипчук, Сергей Надин, Вести Мордовия.